здравствуйте с вами доктор гончаренко олег вадимович я руководитель центра здоровья в городе киеве занимаясь уже более 15 лет диагностикой организма в том числе диагностика гормонального фона и лечением целостным лечением заболеваний с помощью гомеопатии фитопрепаратов биорезонанс и этот ролик посвящен больше такой женской проблеме как поймает синдром перед менструальный синдром женщин болезненные месячные обильные месячные когда женщина теряет много крови я расскажу вам как можно на это повлиять и вы лучше поймете механизм возникновения месячных в начале короткая теория вообще как вы почему сникает месячные в яичниках у женщины каждый месяц активируется фолликулы это один фолликул фолликуле находится яйцеклетка фолликул начинает увеличиваться в размерах начинает зреть яйцеклетка это происходит как правило 10-12 дней и на 10-12 день фолликул увеличившиеся разрывается и яйцеклетка попадает в полость малого таза где всасывается маточными трубами и яйцеклетка начинает двигаться по трубам в матку вот и во время созревания яйцеклетки фолликуле выделяется гормон эстроген эстроген влияет на слизистую эндометрия слизистая эндометрия утолщается удлиняется то есть организм готовится к возможному зачатию подготавливают полость матки когда яйцеклетка выходит из фолликула он превращается в желтое тело это желтое тело начинает синтезировать другой гормон называемый прогестероном прогестерон он тоже подготавливает матку к возможному зачатию происходит подводка слизистой оболочки эндометрия сосудистых сети капилляров для возможного необходимого кровоснабжения для плода яйцеклетка живет всего лишь два дня и если не происходит встречи со сперматозоидом не происходит зачатие то она погибает в организме снижается выработка и эстрогена и прогестерона и получается что это нарощенный толстый слизистый слой эндометрия он случивается и выделяется в виде кровенистых или слизистых выделений через локалище вот это в принципе из и признано назвать месячными однако у разных женщин даже в разные периоды года месячные проходят по-разному у одних женщин они проходят безболезненно выделяется совсем немного крови может быть даже выделяться только слизь а у ряда женщин очень тяжело проходит месячный этот цикл кровенистые выделения обильные они могут быть 5 и 7 не женщина может терять много крови возникает анемии другие осложнения и вот я поделюсь своим опытом почему же как повлиять на снижение на нормализацию ваших месячных вообще в норме в норме месячные должны протекать незаметно безболезненно если есть хоть какие-то отклонения как-то тянущая боль животе резкая смена настроения раздражительность то есть это уже говорит о гормональном дисбалансе вот уже на этой стадии уже надо обращать внимание на месячные и что-то предпринимать вот интересно есть да проводились исследования ведения женщин с патологическим менструацией и было выяснено что у практически всех женщин с болезненной менструацией всегда есть нарушение других органов и систем как правило это заболевание кишечника это тот же запор и или заболевание желчного пузыря и печени и оказывается когда в организме скапливается много токсинов невыводимых веществ шлаков печень или кишечник не справляется с метаболизмом то есть с выведением этих токсинов то на себя эту роль берет эндометрии матки во время отторжения эндометрия организм с этой кровью тоже выделяет те токсические вещества которые в нем скопились и должны быть выведены есть описано ряд историй когда у девочек 12 13 лет только начинается менструация и они обращались к гинекологам было проведено гормональное лечение но безрезультатно и тогда начинали целом оздоравливать организм выявляли что у таких подростков нарушено питание у них чаще всего запоры то есть у них стул там один раз два дня и как только начиналась нормализация питания пищеварения функции печени желчного пузыря над нормализовывали нормализовался стул нормализовались и месячные то есть они перестали быть обильными такими то есть опять же таки следует воспринимать матка связано со всеми другими органами и для того чтобы в матке было здоровье были не обильные месячные безболезненные следует нанести порядок в кишечнике в желчной системе и в печени прежде всего чтобы кровь была чистая вот еще интересное есть наблюдение у животных во время месячных тоже происходит месячные но практически выделяется только одно слизь крови очень мало но когда животные попадают скажем на фермы в зоопарке то месячные становится их становится больше и выделяется больше крови то есть тоже и взаимосвязь когда организм когда животное попадает неестественные для себя условия там когда у него улучшается питание становится более искусственным то и ухудшается течение месячным то есть еще одно наблюдение которое подсказывает что патологические месячные всегда связаны с общей интоксикации организма есть еще одно доказательство того как наш образ жизни влияет на месячные обнаружено что в летнее время у женщин как правило месячные уменьшаются то для того что может быть только первые один-два дня слизистые выделения без крови а с наступлением холодов зимнее время месячные основа восстанавливается и вот исследовали этот феномен вообще отсутствие месячных называется аминария а то есть отсутствие минарии месячные но аминария может быть и либо показателем идеального здоровья когда организм женщины не содержит токсинов тогда и выделение практически не будет матка способна всасывать отрагаемый эндометрии если его немного она способна всасывать обратно вот рецепировать до излагалища ничего не будет вытекать вот если же скопилась застойная кровь с токсинами то организм обратно рецептировать не будет он будет стремиться выделить через влагалище наружу вот и это еще один показатель почему начали исследовать оказывается в летнее время женщины они как правило питаются больше овощами фруктами то есть натуральной едой и соответственно и уменьшается количество поступаемых токсинов поэтому заключение я бы порекомендовал женщинам которые хотят нормализовать свои месячные чтобы они были с минимальными потерями крови протекали легко мягко проверить вообще состояние своего организма вывести токсины шлаки которые каждый день у нас клеточки умирает и рождается и вот надо постоянно вы выделять эти выводить эти токсины проверить состояние печени кишечника если есть нарушения то их нормализовать затем в рационе больше потреблять клетчатки которая ассорбирует кишечники токсины которая и обеспечивает нормальную перистальтику и служит залогом от предупреждения запоров запоры еще опасны тем что когда яда скапливается в толстой кишечнике она не продвигается не выводится из тела то из толстого кишечника происходит обратно реабсорция вот этих токсинов ненужных веществ которые должны быть выведены они скапливаются и происходит зашлаковка организма и так как толстый кишечник находится рядом с маткой все эти токсины они устремляются в матку поэтому здоровый кишечник здоровое питание это основа и нормального месячного цикла вот если вы находитесь в городе киеве приходите к нам у нас есть диагностика вега тест у нас есть демосканирование мы четко скажем какие у вас есть слабые места где у вас есть токсины и поможем вам натуральными способами очистить свое тело и жить более комфортной и счастливой жизнью и забыть вообще о проблеме как пмс и болезненные месячные вот мой опыт говорит что женщины после проведения нашего курса очищения практически все отмечает нормализацию месячных уменьшение месячных проходит пмс синдром боли то есть все это уже проверено поэтому пользуйтесь будьте здоровы всего доброго